А если вовремя отказаться от вредных привычек, то восстановить здоровье никогда не поздно. Это доказывает своим примером 99-летний Кейза Миура, который прокатился на лыжах с ледника французских Альп. Его сын Ичиро, он отпраздновал свой 70-летний юбилей восхождением на Эверест, автоматически став самым старшим покорителем вершины. Но начать можно с малого, например, с утренних или вечерних пробежек. В этом году у Ильдара это первая пробежка. Молодой человек всерьез увлекся спортом в армии и теперь старается держать себя в форме. Правда, зимой это делать сложнее. Большой вес стал. На 5 килограмм прибавил. И тем сказалось на дыхании, на подвижности. Решил выйти снова на улице. На пробежку Ильдар выходит по вечерам. Специально для занятий приобрел подходящую обувь и рассчитал нагрузку. Хороший пример спортсмена-любителя. Но так, к сожалению, поступают не все. В итоге травмы, растяжение и желание больше никогда не выходить на стадион. Чтобы этого не произошло, заниматься нужно под руководством опытного инструктора. Сегодня мы продолжаем наше занятие. Как обычно, по внутренней дорожке, против чего стрелочки. Начнем. Сделать пробежку правильной и эффективной – его работа. Денис Кораблев – инструктор Тюменского клуба любителей бега. Прийти к нему на бесплатные занятия на стадион геолог может любой желающий. Кто-то приходит сюда просто провести хорошее время. Кто-то приходит действительно сбросить вес лишний, как многие девушки у нас считают, что у них есть лишний вес. Кто-то есть, кто имеет конкретную цель пробежать марафонскую дистанцию. О сверхмарафоне мечтает Алексей Бавыкин. Это его второе занятие в клубе. Раньше молодой человек бегал самостоятельно. Много очень нюансов этого бега, которых я раньше не знал. Я узнал о Денисе Павловича. Если даже у каждого человека, я думаю, найдется 15 минут побегать, он поймет, в чем кайф. Это просто нереально. Я себя чувствую сейчас почти счастливым и легко очень. Нагрузку для каждого Денис подбирает индивидуально. Ведь на первом этапе важно не перестараться, не брать длинных дистанций и соблюдать скоростной режим. Где-то даже держать такой темп, про который вы можете разговаривать свободно. Это основное главное правило. Второе правило любого бегуната – одеваться по погоде. К этому уже, наверное, можно прибавить то, что обязательно нужно использовать беговую обувь. Ни в коем случае не нужно бегать в той обуви, в которой вы постоянно ходите, гуляете. Даже кроссовки не все подходят для бега. Утренние пробежки лучше заменить на вечерние. Так меньше вероятность потянуть еще расслабленные мышцы. Во время тренировок Денис советует пить воду. А после выполнять небольшой комплекс простых упражнений. Они помогут разогнать молочную кислоту в мышцах и нормализовать кровообращение. Благодаря этим нехитрым советам пробежка станет началом длинной дистанции. В настоящее время рассматривается вариант в нескольких местах города еще организовать подобные группы. У нас на территории города Тюмени есть достаточно неплохие стадионы на базе общеобразовательных школ, на которых мы и планируем в ближайшее время уже организовать подобные занятия. Уже сейчас в клубе любителей бега примерно полсотни человек. Узнать подробнее расписание занятий можно на портале «Тюмень.НашДом», а также в группе «Спорторганизаторы Тюмени» в социальных сетях. Анастасия Макеева, Сергей Мякишев, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро.